Инвестирую по 300 рублей каждую неделю в Тинькофф Инвестициях. Друзья, всем привет, меня зовут Константин, и я инвестирую на фондовом рынке. В моем портфеле представлен брокерский счет, индивидуальный инвестиционный счет и фондовый счет. И именно фондовый счет я пополняю на равных промежутках времени, это неделя, на равную сумму, это 300 рублей. Сейчас у меня фондовый счет в минусе, минус 330 рублей, 7,5% и сумма его чуть более 4000 рублей. Состоит он у меня из 5 ETF от компании FINEX и 1 BPIF от компании Тинькофф на акции российских эмитентов. Что касается ETF от компании FINEX, это акции американских компаний, немецких компаний, развитых стран без США, видео игрек и без спорт и фонды недвижимости, то есть рейты. И сегодня я вам расскажу, как именно я буду выбирать фонд для покупки. Если посмотреть, то стоимость моего портфеля сейчас 4000 рублей. Соответственно, большую часть, именно половину занимает фонд на акции российских компаний от Тинькофф iMOX. Потому что я купился на хайп и покупал его, чтобы получить билетики и участвовать в розыгрыш под новый год. Тем самым нарушил диверсификацию в портфеле. И это моя ошибка, за что и поплатился минусом, потому что сейчас российский фондовый рынок корректируется и акции российских компаний проседают. Давайте посмотрим, сколько сейчас стоит валюта. Нажимаю каталог, далее валюта. И мы видим, что доллар США 79,5 рублей, евро 89. Посмотрим более внимательно. Если взять доллар США, то за месяц он прибавляет 8%. За полгода 7,7. За год 4,5. И мы видим, что доллар вырастает в цене. То есть активы, которые в долларах, они выросли. Получается девальвация рубля на глазах. Что касается евро, то он прибавляет за месяц более 7%, за полгода 2%, а за год он в минусе на 3%. То есть активы в евро за последнее время тоже выросли в цене. Соответственно, активы евро я сейчас не рассматриваю для покупки. Возвращаясь в портфель, и что я могу сказать. Акции американских компаний от FINEX, они в долларах, немецких в евро. Если вы не знаете, как посмотреть валюту фонда, нажимаете на ETF или находите его в каталоге. Далее вниз, здесь комиссия фонда пишется. И можно посмотреть на официальном сайте компании вот такую распечатку. Валюта индекса евро. Комиссия за обслуживание 0,9% от стоимости чистых активов. То есть этот фонд, у него валюта индекса евро. Соответственно, если евро по отношению к рублю вырастает, то даже если активы, которые в этом фонде, а именно акции в цене не вырастают, то стоимость фонда в рублях вырастает. Потому что по отношению пары рубль-евро, евро растет. Вот и все. Так просто. Что касается акций компаний развитых стран без США, они неплохо выросли, почти 10%. Фондов, видеоигры и киберспорт, они находятся в байковике, потому что Nvidia упала из-за того, что сделка с ARM сорвалась. А Activision Blizzard, наоборот, акции его выросли, потому что компанию покупает Microsoft. Что касается фондов недвижимости Raid, то они примерно немножко выросли. У меня они на 616 рублей. И возможно, сегодня я бы купил именно фонды недвижимости или видеоигры и киберспорт, но сегодня отличная возможность для меня купить акции американских компаний. Потому что в портфеле они у меня всего на 371 рубль. Если мы их посмотрим, то буквально за месяц у них такой боковик, даже минус 2%. За полгода посмотрим динамику, плюс 3,6%. И если посмотреть, от максимумов они упали уже на 6%. Вот у меня получается 6,16%. В итоге я буду покупать именно этот фонд, хоть у него внутри и зашит доллар. Еще один из критериев покупки этого фонда будет в том, что у меня действует тариф трейдер еще пару недель. Соответственно, в дальнейшем я, возможно, буду покупать и усредняться фондом iMox, чтобы был меньше минус. Уже в видеоигре Киберспорт просела, почти на 1% пока записывал ролик, но это нормально. Вот это фондовый рынок. У него большая волатильность, то вверх, то вниз. Начинаю с пополнения. Пополнить счет. Фондовый счет, сумма 300 рублей и кнопка пополнить. Отлично. Возвращаюсь назад. Сумма в портфеле пополнилась и перехожу к покупкам. Нажимаю на акции американских компаний. Ранее я вам уже показывал, что он скорректировался. Более чем на 6%. Нажимаю купить. Видно, что мне доступно 4 лота. Здесь отображается стакан. Куплю по стакану. По 6195. И создаю заявку. Нажимаю мои заявки. Возвращаюсь. Опять купить. И вот видно, что у меня выставилось 4 заявки. Если бы я купил по лучшей цене, у меня бы купилось по 6202. А я выставил лимитную по 6195. Но здесь есть риск, что будет появляться много-много таких заявок зеленых на покупку. И моя останется заявка неудовлетворенная в самом низу. И неисполненная. А если я бы выбрал по лучшей цене, как говорил ранее, то у меня бы купилось вот по самой первой, которая продается. На данный момент это 6204. Казалось бы, тут все копейки. Но когда вы будете покупать на большую сумму, имейте это в виду, что спред, это разница между покупкой и продажей, может составлять большую сумму. И нужно всегда заходить в стакан и смотреть именно разницу между покупкой и продажей. Вот, как я говорил ранее, видите, появляются заявки на покупку, а моя заявка остается неудовлетворенной. И она спускается вниз и вниз. Вот эта вот большая такая красная плита, это Market Maker, который создает Liquidness. Он есть и внизу тоже, но он там внизу убежал. И мне возможность не представляет посмотреть, потому что тут стакан отображается всего на несколько позиций. Если здесь видно, вот даже две плиты. Вот видите, да? Создаются заявки, которые уже убегают вверх. И моя может остаться неисполненной, как я говорил ранее. Вот кто-то поставил большую заявку на 62, большая плита на 20 тысяч, довольно-таки крупная. И видно, что эта заявка крупная плита довольно быстро растворилась. И у меня уже приближается к исполнению. Прошло, ну, немного времени. Если вы не хотите ждать, нажимайте по лучшей цене, если на небольшую покупку, и у вас сразу заявка исполнится. В принципе, разница сейчас, например, 6 копеек, да? 6 копеек. И, возможно, сейчас заявка исполнится. Приближается момент истины. Ну, давай, давай. Кто-то вперед поставил еще 4. Бум, купилось. И, и... Вот он момент истины. 47 осталось. Еще кто-то сотку 500 накидывает. Ха-ха. 500 выкупили. 47 мои вот. 47 уже. 4. Давай, давай. Сотку опять кто-то накинул. Ха-ха-ха. Интересно. Я уже сходил, чайник поставил, и до сих пор заявка не исполнилась. Ха-ха. Вот так бывает. Такой риск, как я вам говорил ранее. Ну, на малых суммах это незначительно, но на большой сумме, да. Я вам просто решил показать наглядный пример, как это бывает, когда покупаешь не по лучшей цене, а по лимитной. Сам выставляешь именно цену покупки. Так, заявка исполнилась. Отлично. И вот цена даже уже достигла 61,9. Нажимаю назад. В событиях смотрю. Да, детали операции. Заявка исполнилась по цене, которую я выставлял. Отлично. Возвращаюсь в портфель. Фондовый счет. И у меня уже 10 лотов в портфеле, или можно сказать 10 паев. Доходность 2%. И видно, что американский индекс начал снижаться. И упали в цене видеоигры «Киберспорт» и фонды недвижимости «Рейд». Находятся в красной зоне. В принципе, такие покупки у меня на сегодня. Еще даже осталось почти 60 рублей. Можно было что-нибудь докупить, но оставлю до лучших времен. Надеюсь, я доступно объяснил, почему я выбрал именно акции американских компаний. Потому что у меня их доля в процентном соотношении была меньше. И несмотря на то, что у него внутри доллар, а доллар сейчас высокий, этот фонд неплохо скорректировался. Более чем на 6%. Поэтому было принято решение о его покупке. Надеюсь, видео вам было полезно и интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем удачных инвестиций. Всем пока!